...на то, что одновременно с концом Советского Союза оформилось то, что можно назвать страной Четвертого мира. Это такие страны, как Венесуэла, Боливия, Куба, Пакистан, Зибабви, та же самая палестинская автономия, о которой я тепло так говорила в первой части программы. Эти страны, где вправящая верхушка, грубо говоря, берет курс на обнищание населения. Это не обязательно может быть сознательно. Это может быть просто следствием интересов этой правящей верхушки, потому что страны эти устроены так. Главным источником денег для правящей верхушки являются деньги, которые поступают извне. Это может быть финансовая помощь в случае палестинской автономии, это может быть нефть и газ. Вспомогательный источник денег для правящей верхушки – это монополии, розданные друзьям правителей. Остальное население доступа к кредитам, рынку и мировой экономике не имеет. Оно живет или за счет пособий, или зарплаты от госмонополий. Ему позволяется заниматься подсобным хозяйством или войной. Значительная часть молодого населения адсорбируется организациями, которые или воюют с неверными, или с украинскими фашистами. А вот это тотальное обнищение сопровождается, в свою очередь, гламогласной риторикой против коварных неверных, белых колонизаторов или там гнилого Запада, которые всю свою деятельность направляют на то, чтобы мстить данной стране. Вот там проклятые белые мстят Гейти за то, что это первая страна, в которой черные обрели свободу, янки мстят Венесуэле за Боливлянскую революцию и так далее. И вот заметим, что путь, которым Путин ведет Россию, это путь страны Четвертого мира. Вот если во времена СССР мы пытались догнать и перегнать Америку, то, конечно, теперь наш идеал – это как раз палестинская автономия. И, собственно, фундамент экономический, на котором это покоится – это обнищание населения. Это может показаться на первый взгляд удивительным, потому что мы привыкли к тому, что правитель стремится к процветанию своих подданных, если они богатеют, они довольны, если им плохо, они восстают. И действительно, в доиндустриальном мире, где население живет сельским хозяйством и ремеслом, это правило действовало, потому что тогда доходы правящей элиты складывались из налогов, и если налогов было слишком много, то налогоплательщик восставал. В нынешней постиндустриальной экономике правила другие, потому что даже в самых бедных странах никто не плетет себе лапти. Соответственно, доходы властной верхушки складываются не из налогов, а из сырьевых ресурсов и госпредприятий. И в такой ситуации объективно верхушка страны четвертого мира становится заинтересована не в повышении благосостояния, а в обнищании населения, потому что это увеличивает его зависимость от этой верхушки. Я уже приводила в пример палестинскую автономию, где невозможно организовать никакого сборочного производства, потому что если это производство будет организовано, то власть Хамаса кончится. И, соответственно, то же самое Россия. Потому что если мы посмотрим, как Кремль уничтожает экономику России, то можно подумать, что эти миры случайные, что вот здесь монополия, тут что-то ввели, тут государство что-то недоплатило. Но, еще раз повторяю, ужас заключается в том, что чем более нищим оказывается в стране четвертого мира населения, тем больше оно любит власть. Всего лучшего. До встречи через неделю. Программа «Код доступа».